ПЕСНЯ 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 В книге о старце Тихоне, которую я написал, я не записал нечто важное. Дело в том, что со старцем Тихоном некоторое время жили два послушника. Один из них был отец Милетий, который живет здесь сейчас на Капсале. И тогда их было двое, Милетий и его друг. А друг был судимый. И вот этот монах, друг отца Милетия, он постепенно подвинулся в уме. И однажды пришел, чтобы убить и ограбить старца Тихона. Что, батюшка, кого ограбить? Милетия? Да нет, нет. Он хотел ограбить батюшку Тихона. Он потом ушел с Афона. И я не стал этого писать в моей книге. Но я расскажу, как это было на самом деле. Они тогда жили рядом со старцем Тихоном. Батюшка, да они в той же Каливе жили, где и старец, или где-то рядом? Нет, нет, конечно, рядом. В маленьких комнатках. Которые были совсем-совсем маленькие. Раньше была еще одна Каливка ниже, типа сарайчика, где сейчас дрова. А потом к Каливе старца Тихона пристроили туалет и кухоньку. Так что же, у старца Тихона не было кухни? Да не было кухни. Зачем она ему была нужна? Его кухня была около двери входной. Как раз когда спускаешься по ступенькам около цистерны, слева небольшая полочка каменная. И это и была его кухня. Так вот, этот послушник, монах, точнее, друг отца Милетия, он постепенно сошел с ума и пришел ночью к отцу Тихону и стал душить его и требовал деньги. Но денег у старца не было. Какие его отшельники могут быть деньги? И он испугался и убежал. Но его потом схватила полиция. И после этого старца Тихона даже заставляли ехать на судебное разбирательство. Хотя он простил бандита. Полиция приходила за ним и требовала, чтобы он поехал. В Полигерас. А он не выезжал с Афона всю свою жизнь. И он, конечно, отказывался. Вот так это было. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok